Спагетти. Основное блюдо порадовать детей и мужчин. В Бельгии в каждом кафе вы найдете в детском меню обязательно спагетти. А также, когда бельгийцы идут с семьями навести дедушек и бабушек, те обязательно делают спагетти, потому что это понравится всей семье. Уже по звучанию слова спагетти вы поняли, что это европейская и итальянская кухня. И сейчас мы разберем, как делать спагетти и какая специя делает еду очень итальянской. Для настоящего итальянского спагетти нужно от 800 грамм до килограмма мяса, пол пачки шампиньонов, томатная паста, лук, чеснок и секретная специя. Первый секрет, выложив мясо на сковородку, раздавить его вилкой, чтобы оно не слепливалось. Должна получиться однородная масса маленьких кусочков. Очередность не важна, вы можете положить лук, подальше грибы, потому что вы знаете, что они быстро готовятся. Но основной секрет в помидорах. В России из помидоров делают томат, в котором есть семечки. В итальянском томате семечек быть не может, а также не может быть кожуры. Маленький лавхак, добавить растительное масло в пельмени или спагетти, для того, чтобы пена не убегала из кастрюли. Итак, основная специя итальянского спагетти это базилик. Есть специальные дорогие итальянские приправы, вы можете покупать их. Вы можете добавлять оливковое масло, но это все удорожает продукт. А если вы хотите дешевое, вкусное, настоящее итальянское спагетти, это томатная паста и базилик. В Бельгии еду не смешивают и всегда готовят части еды отдельно. Например, сам соус для спагетти обычно замораживается и используется потом приблизительно на порции. Вот эти три порции, это на два человека каждая порция. То есть мы три порции заморозим и одну порцию съедим сейчас. И для каждой новой порции будет отдельно готовиться спагетти. Это довольно быстро и по скорости готовки напоминает пельмени. Но гораздо полезнее и вкуснее. Никаких майонезов и кетчупов тоже нет. Все приготовление спагетти займет у вас не больше 20 минут. А когда вы заморозите отдельные порции, вы сможете их доставать. И тогда будет только 10 минут, 12 минут приготовления самих спагетти. Традиционно спагетти хорошо идут с красным вином. Но это, конечно, на любителя. Можно пиво или что еще. И последняя вишенка на торте это сыр. У нас в России довольно много сыра гауда. Довольно популярен. Это голландский сыр. Можно, конечно, пармезан. Опять-таки это очень дорого. Я считаю, что любой сыр подойдет. И здесь не так уж важно. И еще русские везде любят класть масло. Бельгийцы и голландцы не любят. Поэтому масло только в мою порцию. В общем, попробуйте. Это будет любимым рецептом для вас и ваших домочадцев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова